Привет, намасте! И в рубрике «Интереснейшие люди на Гоа» у нас прекрасная девушка по имени Виктория Тодорова, подпольная кличка Тара. Итак, чем же она известна? Я быстро буду рассказывать, потому что она рассказывает медленно, очень размеренно. Она специалист, как здесь заведено по всем энергетическим практикам. Конечно же, рейки, конечно же, йога, конечно же, цигун. Множество неизвестных и известнейших дипломов в ее жизни. Главное, что она еще эмигрантка, она 20 лет уже живет за границей, в частности, в Ирландии. И об этом мы все знаем. Тара, в скольких странах ты как бы пускала корни? Где ты родилась? Родилась я в Грузии, далее после окончания школы. Россия, Украина, Донецкая область. Так, печальная часть закончена. И дальше... И дальше пошла Британия, моя мечта, мечта детства Британия и Ирландия. Я оказалась на острове Друидов. И так как здесь люди свои мечты, то получается, Тара в своей жизни делала много шагов, которые помогали ей реализовать ее мечты. Я так понимаю, вначале вы ехали как-то и двигались на поезде, потом поезд остановился. Муж вышел купить сигареты, дальше ты уже воспитывала дочку одна, ей сейчас уже 21. Но в то же время, что мы видим? Мы здесь вместе занимаемся серфингом с тобой. На вот этих шикарных волнах. Что ты скажешь? Серфинг это классно, это для всех, это нужно пробовать. Серфинг это для тех, кто любит момент, кто любит быть в моменте. Здесь и сейчас. Здесь и сейчас. И в это время останавливается время. И ты должен использовать момент волны, влиться с ней воедино и попробовать уже стоять на ногах, удержать равновесие. Конечно. Но это все лирика. Конкретно для девушек помогает это избавиться от целлюлита? Помогает ли это с фигурой? Я думаю, что помогает, наверное, больше некоторые практики йогические, в том числе и женские практики. И вот мы плавно переходим к тому, что Тара еще является, хорошо, йогические практики, энергии, пранаямы мы это все знаем, но она еще является кем? Система какая-то волшебная. Уберите детей от экранов. Есть прекрасная система саморазвития для женщин, система вагетон, которая восстанавливает и женское здоровье, и психическую силу дает. Ну и, конечно же, сексуальное мастерство. Ну, после этих всех сексуальных вещей такой уставший мужчина пришел в приэляж. Отдохни, конечно, молодец. Все. Я хотел еще узнать. Действительно, из моей тандропрактики многие женщины, многие девушки, ну, у них просто блокировка. Нас так обучали, что все, что связано ниже пояса, это табу, это стыдно, это нельзя. Никто не понимает, что с жизнью-то делать, а тем более откуда взять сознание о том, что делать с этой сексуальной энергией. Это обязательно, по-твоему, для всех девушек, для всех женщин быть в курсе за те процессы, которые в них происходят? Я думаю, что обязательно быть здоровой, по крайней мере, стремиться к здоровью. А когда мы идем к здоровью и выполняем некоторые упражнения, то здесь появляется еще и бонус. Бонус в том, что женщина обретает свою силу, она становится более привлекательной, счастливой, меняется гормональный обмен, глаза горят. И это начало другой жизни, необычной жизни. Все, Тара ведет все эти курсы онлайн, она приспособилась к новому миру, перешла в это пространство, так сказать, несуществующее. Поэтому уроки по йоге, возможно, уроки по медитации, которые будет вести мастер М, и ее вагетон, программы, она все это преподает онлайн. У нее есть уже наработанные люди, наработанная система, наработанный продукт. Следующее, что нас всех здесь интересует. По итогу у тебя была размеренная жизнь, непростая, тяжелая, ты ждала, когда же принц придет. Но за место принца пришел контракт 10-летний на клининговую компанию. И потом бах, и что, счастливый, наконец-то ты достигла. Ну, как достигла? Просто в Ирландии бесплатно выдают квартиры, и мечта осуществилась. Ну, некоторая информация здесь верна, некоторая информация. Нет, конечно же, это в формате слухи или реальность. Некоторые слухи, некоторые реальность. Но в целом? В целом, да, так и есть, следование своей мечты. И если человек имеет мечту и двигается вперед, самое главное – мечтать. Тогда у нас Вселенная, конечно же, отзывается на это. И в моей жизни один из выигрышей или таких огромных подарков Вселенной – это была государственная квартира от местного. Это была сила намерения. Ты очень желала какая-то необходимость в свое жилье, правильно? Ну, я мечтала немного о другом, о собственном доме, в вилле. И тут вдруг появилась квартира, но это был переходный период. Итак, а потом произошла вещь почему-то, корни позвали тебя назад, и где-то там под Краснодаром ты решила, я буду строить свой храм. Так и получилось. И сейчас у меня, слава богу, есть свой храм в прямом смысле, потому что это терем, который построен по пядевой системе, в храмовой системе. Это живые дома или живой дом. Именно так раньше и строили. Под каждого человека был индивидуальный дом по его размерам, так же, как мы ищем одежду по размерам человека. И тогда на самом деле энергетика как у храма. Причем я когда спрашиваю, а как ты построила этот храм? Тара мне тетел. Ну, я не знаю, какие-то бородатые мужчины все время носили бревна, их пилили, ездили на Ниве в деревню за гвоздями. И по итогу, когда она показала фотографии, я, конечно, я восхищен, потому что это действительно храм. Это человек туда вложил, и у него есть будущее, потому что, возможно, это пространство будет применяться для ретритов. У тебя какие к нему применения в голове? Да что угодно, все, что связано с энергией, с развитием людей. Да, да, у меня такая и цель использовать это пространство в будущем для того, чтобы люди приезжали и подпитывались энергией этого места. Это место необыкновенное, урочище дольменов, пещеры. Там есть и горячие источники. В общем, моя мечта, ну, дай Бог, она сбудется, если на то есть. В любом смысле, это мое место силы, куда я возвращаюсь, где я напитываюсь. Вот этой вот энергией. И опять вернемся. Мы тут все путешественники, эмигранты, какие-то экспаты. Много названий у этих ребят, которые почему-то решили жить возле моря, кушать вкусную еду, валяться на песочке, на солнце. Сейчас ты оказалась в Индии уже почти год. Мы тут все из-за локдауна. Ты любишь маму Индию. Это необыкновенное место. Ты тоже много где путешествовала. Расскажи пару моментов. Здесь происходят чудеса? Чудеса происходят везде. Но почему-то в Индии, однажды попав в Индию, ты ее либо полюбишь, либо разлюбишь. В твоем случае просто... Я ее... Я даже не то, что полюбила, я просто слилась с Индией. И это место, где... В частности, Гуа, место, где меняется пространство постоянно. Оно перетекает из одного в другое. Здесь самые невероятные случаи происходили со мной и моими друзьями. Хорошо. Я быстренько перевожу на тему. Ты использовала время локдауна для развития? Ты когда приехала сюда, ты была одна, сейчас ты стала сильнее, мощнее, ты развилась, ты усилилась, ты использовала это время с пользой, новое намерение, новое... Или ты в какой-то депрессии, в непонимании, как же дальше, как большинство людей там, на планете? Время локдауна меня застало так. В марте месяце должен был быть ретрит, он и произошел. Йога-ретрит с девушками с разных европейских стран. Это все произошло. Но после этого я осталась, можно сказать, без работы, потому что моя основная деятельность – это путешествия, йога-ретриты. Это все приостановилось. И уже на основании жизненного опыта я понимаю, что в такие моменты отчаиваться совершенно не стоит. И, как говорят, если дует ветер, то строй не щит от ветра, а ветряную мельницу. Значит, надо использовать это время себе во благо. Ну и судьба таким образом подвела, что я как раз-таки к тому времени уже освоила в определенной степени астрологию, и начала использовать знания астрологии, йоги, системы Вагитон и свои еще свои наработки, 12-летней практики, бизнес и лайф-коучинг. Понимаете, я заметил такое направление, когда человек через себя пропускает, он начинает чувствовать, как работают энергии, как работают многие системы. Он пропускает это через себя, и у него появляется способность в себе соединить иногда очень разносторонние направления. Он их в себе соединяет и такой выдает свою систему, которая становится более эффективна, более помогает другим людям сильнее. Получается, в твоем случае это произошло. Вы абсолютно правы, мастер М. Виктор, у вас какой-то вопрос? А, насчет блог? Понятно. Тара, хотел еще. Слухи это или правда, что вы создавали групповые поездки для, так сказать, топ-менеджеров, для необеспеченных слоев эстеблишмента, для людей с чебоксаром. Слово эстеблишмент, посмотрите, вокабуляр. Вот. Это поездки в такие сложные, тяжелые места на планете, как Мальдивы. Да, это правда. Потом сложнейшие, полные опасности, абсолютно непригодное для жизни такое место, как Бали. Бали, есть такое. Невероятно некомфортное путешествие по Средиземному морю на яхте, йога-тур для ваших европейских соратниц. Было такое, на паруснике, по Игейскому морю. Ну и самое простое, что я слышал, что на Кайлаш выездили. Ну это ерунда, там сколько, 6 километров над уровнем моря, выходили вокруг, 70-50 километров. 53 километра. Бесна, без еды. Сколько раз ты была на Кайлаше, сколько раз вы возила группу туда? Мне довелось два раза побывать, пройти вокруг Кайлаша. Это правда то, что там что-то происходит, что человек, побывав там, он таким, как раньше, уже не будет, он влияет и... Влияет каждое путешествие, влияет и особенно Индия, перестраивает мозги однозначно. Влияет, конечно же, Тибет, ну и Кайлаш, да. Кайлаш это необычное место, побывав рядом с которым, у человека просыпается истинное нутро. Так что, ребята, давайте, если у вас есть какие-то сокровенные мечты, желания, например, побывать на Кайлаше, побывать в Зимбабве или еще куда-то, что-то совершить, паломничество или какому-то учителю приехать, не останавливайтесь, не жалейте денег. Это стоит тех денег? Я думаю, что сейчас каждый человек понял, насколько ценны путешествия, насколько ценны живое общение. Отлично, я думаю, на этой ноте Витя... Ну, Витя показывает всем своим видом, что уже время сиесты, солнышко печет, мы поедем кататься на серфе. Спасибо тебе. Витя, Витя! Витя!